x, y, z, произвольно попарные, неравные целые числа. Докажите, что выражение делится на тоже большое выражение. А мы с вами это делали. Помните, это называлось кососимметрическая функция. Вот это вот y-z на z-x на x-y это самая такая простая кососимметрическая функция. А левая часть, она тоже кососимметрическая. Если переставить, если вместо x написать y, а вместо y написать x, то очевидным образом знак левой части изменится. Значит, это действительно антисимметрическая функция. Теперь ваше решение. Сделаем замену x-y, а равно x-y, b равно y-z. Соответственно, мы можем выразить то, что z-x равно минус a-b. Давайте, давай, пчем. Вот. Дальше. Соответственно, поставим вот это сюда. Получается, a в пятой плюс b в пятой плюс h минус, потому что пятой сделает. Да, да, да. a плюс b в пятой. a плюс b в пятой. И нам надо доказать, что вот это выражение делится на вот это, то есть 5ab на a плюс b. Ну, знак, понятно, не важен. Вот. Дальше. Ну, возьмем. Раскроем скобки. Понятно, что здесь получится a в пятой, b в пятой, и они сокращаются. Знак вы правильно написали? Может, он и не важен, но когда... Но это не равно. y, по-моему, не равно, а там минус надо поставить. Он, конечно, не важен, но не важно, сколько его написали. Да. Надо помнить беном никона. Получается это 5 минус 5a в четвертом b плюс 10a в кубе. Я вообще сказал минус. Там где-то минус. А в кубе в квадрате. минус 10a в кубе плюс 5a в кубе. Минус. Если все минусы, значит все минусы. 5a в четвертом b в четвертом b в четвертом b в четвертом b в четвертом b. И дальше вы будете мучиться, почему же это делится на a плюс b. Ну и там, каким-то обыксом сможете это доказать. А в квадрате. А это прям видно отсюда даже. Откуда отсюда? Давай ничего не отсюда. Ну, правильно. То, что делится на вот это, мы доказали. Дальше. Вот это раскладывается, как сумма кубов, где получается b плюс a. А вот здесь просто выносится a, b. Спасибо большое. Значит, ребят, смотрите, какая здесь история. Конечно, он молодец, да? И для пятерки таким образом он задачу сделать сумел. Однако важно понимать, что ровно такая же история могла бы быть не только для пятерки, а для любого простого числа. Единственное, что... И да, и вот здесь вот тоже это было не случайно, что a плюс b возникло. Значит, смотрите, как это получается. Значит, повторяю. Рассмотрим вот это как функцию от трех переменных. От x, от y и от z. Она обладает свойством антисимметричности. Так? Так. Значит, у нас уже получается делимость на вот эти скобки. Потому что любой антисимметричный многочлен делится на разность любых двух своих переменных. Теперь надо понять, откуда получается вот это. Да, здесь малая теорема Ферма. Вы же помните, что одна из формулировок малой теоремы Ферма гласит, что a плюс b в степени b это есть a в степени p плюс b в степени p. Правильно? Ну, если угодно, по биному Ньютона когда раскладываешь, получается a в p этой плюс число сочетаний с p по одному, а это делится на p, плюс число сочетаний с p по два. Дело в том, что число сочетаний там p в числителе есть всегда, да? Там в числителе p факториала, в знаменателе факториала меньше чисел, поэтому p ни с чем не сократится, да? Там a в степени p минус 2b в квадрате плюс так далее и так далее. Поэтому, если на пятерке не обращать внимания, то на самом деле, когда раскрываешь, получается так, x в пятый минус y в пятый плюс y в пятый минус z в пятый плюс z в пятый минус x в пятый. Понятно, что это ноль, да? Значит, на 5 должно делиться. Продолжение следует...